Всем привет! Выбрать хороший и недорогой принтер – задача не из легких. Но сегодня я постараюсь вам в этом помочь. Сегодня мы сравним двух представителей бюджетной линейки МФУ для дома – Epson PX045A и Hewlett Packard DeskJet 3775. Разница между ними очевидна – HP в два раза меньше и легче Epson. Первое, на что стоит обратить внимание – это тип соединения. У Epson всего один вариант подключения – через USB. У HP выбор больше, есть поддержка Wi-Fi и функции HP ePrint. Высокие показатели скорости печати являются приоритетными при выборе МФУ домой или в офис. HP в режиме черновик печатает до 20 страниц в минуту. Epson в таком же режиме выдает 14 страниц. Оба аппарата поддерживают плотность носителей до 300 граммов на квадратный метр. От бюджетных моделей не стоит ожидать супер качественную фотопечать, поэтому вполне логично, что у героев нашего обзора невысокие показатели. Разрешение печати у Epson 5760 на 1440 точек на дюйм. Функция без полей присутствует только при печати фото формата 10 на 15, но не А4. У HP разрешение ниже, чем у Epson – 4800 на 1200 точек на дюйм. Оба устройства универсальны. Помимо функции принтера также присутствует сканер и копир. Чтобы понять, какое МФУ лучше справляется с этой задачей, достаточно будет сравнить их разрешение. У Epson сканер имеет характеристики 1200 на 2400 точек на дюйм. Неплохо справится даже планированием фотографий. А вот у HP всего 600 точек на дюйм. Расходники – это материалы, на которые вам все же придется потратиться, даже если вы покупаете недорогое МФУ. Epson предлагает два экономных варианта. Первый – это совместимые картриджи Ink System, а если печатать вы планируете в больших объемах, то всегда можно перейти на S&P Check. HP воспринимает только оригинальные картриджи, цена которых равняется половине стоимости самого печатающего устройства. Однако есть более бюджетный вариант. Заправлять картриджи можно и дома с помощью обычного шприца. На каком МФУ остановить свой выбор, решение остается только за вами. На этом у меня все. Печатайте с расходными материалами Ink System. До встречи в новых обзорах! Субтитры сделал DimaTorzok